всем привет вы на канале алена nails сегодня ко мне пришла моя постоянная клиентка прошлую работу выполняла я около месяца назад относился материал хорошо совсем недавно клиентка сломала два ногтя здесь было обычное укрепление базы снимаю старый материал и клиентка сегодня пришла ко мне и сказала что она хочет сменить форму на квадрат конечно очень интересное преображение в итоге вышло я люблю кардинально менять например форму дизайн там из темного в светлое что-то нежное мне нравятся такие работы так как виден результат и видна прекрасная разница кстати у меня есть клиентка которая из раза в раз при коллекциях меняет форму то есть у нее то овал поминдаль то острые ногти ну в общем это достаточно интересно кроме ютуба я еще веду также instagram ссылки на которые вы найдете в описании под этим видео там тоже очень много интересного поэтому переходите если хотите наблюдать за моей жизнью и за моими буднями мастера маникюра но я приступаю к старому покрытию я поняла что когда начала снимать старый материал что сегодня будет непростая коррекция что нужно будет достраивать боковые параллели и исправлять ногти так как они растут в разные стороны при этом всем они еще скручиваются в трубочку ну в общем нужна коррекция с помощью полигеля ну либо же геля желе я думаю вы прекрасно видите по ногтевой пластине что здесь так оставлять все нельзя кстати я хочу чтобы вы досмотрели это видео до конца и написали в комментариях какая форма этой клиентки идет больше мне кажется что все таки форма квадрат на ее ручках смотрится намного симпатичнее чем миндаль ну когда я сняла старое покрытие я приступаю к отодвиганию кутикулы апельсиновой палочкой и после этого я буду шлифовать ногтевую пластину пилочкой 180 на 180 грит у меня сменные файлы вот сталикс и основа основа мнения сталикс от другой фирмы но я не помню какое к сожалению но в принципе разницы нет какая основа главное все таки это файлы то чем мы работаем и вот сталикс мне нравится что у них сменные файлы идут на вспененной основе благодаря чему ими очень сложно поранить клиентов и такая пилочка намного мягче идет по ногтевой пластине пришло время выполнять маникюру сегодня я выбрала синюю фрезу пламя 0 23 диаметра работаю сейчас на реверсе сначала на реверсе все 10 ногтей обрабатываю потом переключаясь на форвард и обрабатываю все 10 ногтей другую сторону я люблю работать на высоких оборотах это около 15000 поэтому и вам рекомендую как по мне низкие обороты это достаточно опасно так как фреза часто заливается в ногтевой пластине нужно постоянно контролировать свои движения а когда скорость вращения увеличена фреза просто как будто бы летает ногтевой пластиной она скользит и нигде не невозможно ее скажем так углубить не нажимая на нее если если конечно же давление на фрезу есть то пропилить ее в любом случае вы сможете хоть на высоких оборотах хоть на низких нужно еще уметь работать фрезой фрезой ни в коем случае мы не дадим на ноготь никакого давления на нее не оказываем данном случае решила выполнить комбинированный маникюр срезала кутикулу ножничками вот такую картину мы видим после выполненных всех процедур подготовки ногтевой пластины к покрытию дальше я наношу на ногти дегидратор затем бескислотный праймер и затем тонкий слой каучуковой базы каучуковую базу я буду наносить в качестве подложки под ремонт ногтей полигелем дальше беру свой любимый полиэтилен гель от фирмы реформа и начинаю распределять его от середины ногтевой пластины почему от середины так как я не люблю пилить возле кутикулы полигель поэтому я выбираю для себя такое решение но и плюс у нас будет такой дизайн в котором не нужен объем от полигеля вот такого цвета так как мы планировали немножко другой дизайн какой видите в конце чуть попозже ну а пока что я ремонтирую ногти я направляю ногти по оси пальчика в нужное положение ну и конечно же достраиваю нужные боковые параллели а там эти ногти очень сильно скрутились я их немножко расширяю как бы странно это не звучало кстати это видео я выставляю на канал потому что видела ваши просьбы показать как же сделать форму четкий квадрат как ее правильно опилить ну и как вообще ее сделать так вот я сейчас вам показываю что такое нечеткий квадрат это то что мы имеем до это скрученные ногти и задранные боковые параллели в связи с тем что у нас была другая форма здесь все нужно обязательно ремонтировать и конечно же с помощью полигеля это все намного проще сделать нежели например с гелем но это как по мне возможно кому-то все таки будет удобнее работать гелем в общем сейчас достраиваю все ногти и просушиваю в лампе и после просушки мы имеем вот такую картину сейчас будем все опиливать да это непростая коррекция она должна стоить дороже чем обычная так как здесь все-таки усилий больше мы больше тратим материала больше времени ну и конечно же поэтому эта работа должна стоить дороже это уже считается сложная коррекция сначала чтобы упростить себе жизнь я взяла фрезу и фрезой убираю явно лишнее изнутри пока я ничего не трогаю дальше приступаю к пилу это самое интересное сначала я смотрю на ноготь сверху и пилю форму сверху сначала пилю ровную линию по бокам то есть я как бы выстраиваю форму квадрат только ровные линии только ровно держим пилочку и после того как я уже выстроила форму сверху свит сверху у меня готов я приступаю к сведению всех граней которые у меня получились то есть я пиливаю ноготь как трубочку при этом я смотрю в арку ногтя в торец смотрю где есть еще лишний материал то есть варки прекрасно видно когда толщина открывается где у нас больше материала где меньше поэтому очень важно при опеле как я вот сейчас делаю я смотрю в торец и опиливаю форму сверху при этом еще и заглядывайте конечно же на вид сбоку сбоку не должно быть никаких у нас там плюшек никаких с сгибов так как эта форма квадрат все-таки лучше придерживаться ровных линий нежели каких-то дугообразных скажем так и только в конце я приступаю к пилу боковых параллелей очень важного пили этой формы придерживаться правила и не наклонять пилочку ни в какую сторону и не делать ей дугообразные движения пилка всегда должна быть с ровным ходом скажем так как вот я показывала вам она у меня никуда не наклоняется и никаких там каких-то движений таких смягчающих нет у меня только четкой опил либо вертикальная либо горизонтально то есть никаких больше движений пилочкой создавать не нужно и только после основного опила ногтей я приступаю к выпиливанию арки и выпиливанию лишней толщины изнутри также я стараюсь убрать и ногтевую пластину чтобы она не ослаивалась в процессе носки вот такой результат после опила мы имеем ногти уже преобразились напишите в комментариях нравится ли вам эта форма и как вам вообще преображение формы ногтей мне очень понравилось как выглядит квадрат на этих ручках ну а я буду ждать ваших комментариев по поводу этого а если не хотите писать комментарий просто ставьте лайк этому видео дальше приступаем дизайну возможно этот дизайн уже многим надоел и уже кому-то его просто противно смотреть как делать но все же он еще является актуальными трендовыми кстати он мне еще не надоел и мне очень нравится и я бы его делала еще наверно не раз изначально по задумке здесь должны были быть блестки возле кутикулы и еще французский маникюр белого цвета но чуть дальше видео вы увидите что французского маникюра у нас не будет так как клиентка спешила и нас много времени ушло на коррекцию формы и мы просто не успели сделать френч но я вот в конце даже задумалась а нужен ли он здесь вообще был бы если бы мы его сделали вот напишите в комментариях когда увидите конечный результат очень интересно будет узнать сделали бы вы здесь френч либо оставили так как у нас вышло в итоге я нанесла блестки розового цвета очень красивый оттенок это блестки от реформа глам гель по моему он называется розовый очень классный пигментированный и нежный красивый такой оттенок и немножко крупных блесток хамелеончиков добавляю шестигранников ну в общем здесь уже гуляй фантазия называется поэтому уже в принципе можем добавлять здесь все что хотим после того как блестки я просушила я выставляю капельку базы взяла вот такую базу специально нежно-розового оттенка для того чтобы был был такой вуалевый эффект легкий мне не хотелось сюда брать какой-то светлый молочный цвет как по мне к этим ручкам все-таки больше подойдет такой розоватый оттенок поэтому собственно такую базу я и выбираю укрепляю все ногти то есть я сейчас выстраиваю основную архитектуру которая у нас должна быть выстраиваю апекс ну конечно же материала нужно добавлять немного для того чтобы не переусердствовать и наш квадрат не превратился просто в какую-то плюшку поэтому контролируем материал переворачиваю обязательно ручку для того чтобы материала центровался и нас боковых параллелей не было объема форма оставалась такой же красивой и просушиваю в лампе здесь я немножко забафило потому что местами торчали блестки ну и покрываем топом вот такой дизайн сегодня получился такая коррекция буду ждать в комментариях ваших реакций ставьте лайк этому видео если оно вам понравилось и было для вас чем-то полезным и интересным всем пока удачи